Так, ребята, всем владельцам ВАЗов на заметку, если антифриз в цилиндрах, не обязательно, что прокладка прогорела, значит история такая, у человека стал мотор потраивать, потом вовсе стал запускаться и глохнуть, запускаться и глохнуть. Они решили, что у них забился катализатор, они сняли выпускной коллектор и поменяли уже на пустышку, такие продаются уже в сборе, голые. Все поставили, но мотор как работал, так и не работает. Они его притащили ко мне на лямки, в первую очередь я выставил метки, у меня где-то на 6-7 зубов не совпадали меточки ГРМ, провернуло нижний шкив, это у них обычная практика, провернуло шкив, я все выставил, все поставил как положено, все затянул, но мотор заводится и троит. Выкручиваем свечи, четвертый, третий цилиндр в антифризе. Когда они тут лазили, они нарушили, видать, герметичность прокладки, здесь идет прокладка одно целое, впуск-выпуск, а в ГБЦ идут каналы антифризные. Так вот, я долил антифриз, антифриз у меня тек прям ручьем, то есть не надо было даже думать, и затекал во впускной цилиндр, получается, и в третий, четвертый цилиндр засасывал антифриз. Сейчас мы поставим другую прокладку, железную, вот она, новую, она уже, вот эта старая прокладка, она еще с каналом зачем-то сделана, то новая, уже вот, канал здесь закрытый будет полностью, мы сейчас ее поставим, и проблема уйдет, человек поедет дальше. Так что, если антифриз в цилиндрах, то тут еще нужно подумать, как он туда попал, имейте в виду, берите на заметку. Все, проблема устранена, мотор работает, как часы, все, что антифриз, который в глушителе весь накапал, выгорает, посмотрите, что творится. Сейчас он выгорит, когда полностью у нас в тумане все, выгорит все, и все, конфета, так что, берите на заметку, что вот эти каналы, задней части, где впуск-выпуск, они могут всасывать антифриз в цилиндры.